В Москве в концертном зале «Зарядье» состоялась мировая премьера музыкально-драматического театрализованного действия «Последний день вечного города». Данное произведение для чтеца, солистов, хора и инструментального ансамбля было написано композитором Ильёй Дымуцким специально для минин-хора. Илья Дымуцкий известен как автор музыки к балетам Нуреев, герой нашего времени Габриэль Шанель. В основу постановки легли письма и стихи поэтов и философов античности. Мне изначально хотелось создать не просто произведение для хора, а некий синтетический жанр, то есть смешанный, чтобы была и драма, и музыка, и пение, и слова, и движение, и пластика, и в какой-то момент, я думал, даже включить пару балетных каких-то номеров. Текущий сезон – юбилейный для Московского государственного академического камерного хора, также известного как минин-хор. С 2019 года художественным руководителем хора является его преемник, молодой дирижер Тимофей Гольберг, выпускник Нижегородской государственной консерватории имени Михаила Ивановича Глинки. Это просто очень интересное зрелище, как мне кажется. Используются некие декорации, с которыми будет во время спектакля иметь действие сам хор, он их будет и устанавливать, в общем, вокруг них все будет завязано. Это и замечательные костюмы, это и драматические артисты, то есть все вкупе, и мультимедиа, и все, вот оно создает этот спектакль и делает его объемным и, как мне кажется, доступным. Минин-хор планирует выступление с постановкой «Последний день вечного города» по всей России.